Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Герман Токарев. Сегодня в программе. В селе Кулешовка нет отопления. Ничем он нам не помог. Кому не обращаемся, он не помог. И голосовать мы за его не будем. Новая рубрика «Депутаты АУ». Обманули меня, забрали квартиру. И я оказалась в этом центре. Детей похоронила своих, всех похоронила. Центр социального обслуживания граждан города. Насколько он востребован сегодня? Четверть века действует в Азове Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Специалисты которого оказывают людям различные виды поддержки и помощи. 15 лет назад, в 2002 году, для одиноких пенсионеров, в том числе инвалидов, было открыто социальное реабилитационное отделение. Насколько востребовано оно сегодня, узнали наши корреспонденты. Одиночество, слабое здоровье, конфликты в семье, любая трудная ситуация в жизни человека старшего поколения может являться причиной провести несколько месяцев в социально-реабилитационном отделении Центра социального обслуживания населения. По словам директора ЦСО Светланы Давлятовой, услуги учреждения в последние годы стали еще более востребованы, чем прежде. На сегодняшний день, по статистике нашей города Азова, наши услуги, как надомного обслуживания, так и обслуживания стационарного проживания, становятся наиболее востребованы, наиболее актуальны. И мы стараемся соответствовать максимально этим запросам, расширяя спектр социальных услуг нашего учреждения, внедряя новые технологии в наши учреждения. В социально-реабилитационном отделении созданы все условия для полноценной жизни пенсионеров. Медицинское наблюдение и обслуживание, четырехразовое питание, в палатах современная мебель, телевизоры, сплит-системы. Большое внимание уделяется организации досуга и отдыха. Мы игрушки делаем, мы рассказываем, книги разбираем. Мы весь день загружены. Так что нам отдыхать некогда, нам не дают, чтобы мы старели быстрее. У каждого живущего в Центре социального обслуживания трудная судьба, которая сложилась так, что в почтенном возрасте негде преклонить голову. По их словам, существование в нашем городе такого заведения стало настоящим спасением. Например, Вера Андреевна Оленичева около 30 лет проработала поваром в Азовском детском доме. Когда-то была у нее семья, а также квартира, машина. Обманули меня, забрали квартиру, и я оказалась в этом центре. Детей похоронила своих, всех похоронила. Случается, что женщину одолевает тоска. Тогда спасение находит в чтении книг. Но вообще-то плакать и скучать некогда. В этом центре очень хорошо. Люди работают доброжелательные, ласковые, честные. Кормят нас хорошо. Проходят всякие мероприятия у нас. Все хорошо, отлично. И врачи, и зарядка, и психологи работают, и музыкальный центр работают. Оксана Васильевна с нами работает. Очень хорошо. Повара кормят нас, готовят все по-домашнему. По словам Веры Андреевны, пожилые люди живут здесь дружно и интересно. Есть даже возможность под руководством специалиста освоить компьютер и получить соответствующее свидетельство. Татьяна Иваченко, Александр Истомин, Азов.Инфо. В нашу редакцию поступили телефонные звонки от азовчан, которые недовольны отсутствием информации о деятельности депутатов Азовской городской думы в избирательных округах. Жители нашего города не знают не только расписание приемных дней у народных избранников, но даже как их зовут. Учитывая такие тревожные сигналы, наша редакция открывает новую еженедельную рубрику «Депутаты АУ», в которой мы будем рассказывать о работе депутатов Азовской думы с избирателями. Сегодня наши корреспонденты провели опрос и выяснили, насколько хорошо азовчане знают депутатов своих округов. Депутатов Азовской думы Мы с ней встречались, общались, поэтому по фамилии даже мне это не очень интересно. Но он вам помог? Не было такой необходимости обращаться за помощью. А встречались и общались по какому поводу? По домовым нуждам. И все у нас хорошо. Я так думаю, что этот округ наш 11-й и Ковалев, Алексей, не знаю, или Анатолий, не знаю, ни разу не обращалась. Хотя бы мне очень нужно было обратиться. Вы знаете депутата по своему избирательному округу? Без понятия, нет, не знаю. Никогда не приходилось сталкиваться? Нет, никогда. Нет. А вообще, как бы, хотели бы узнать или нет? А чего вы не знаете? Нет, не хочу. В нашем участке совхол. То есть вы знаете депутата? Да и видели мы ее, так что? Ну вы обращались когда-либо к нему? Обращались, чтобы нам перегородку сделала в этот Красноармейский 105 дом, где машины по головам ездят. Он нам ничего не сделал, не помог. Ничем не помог, совершенно ничем. А что сказал? Обещал что-то или не обещал? Он сказал, что какие-то там сделал вот эти вот, ну такие прикладины, перегородочку сделал там, ну сварил. Не сварил там что-то дело с дерева. Так вы вот сами долбайте, сами делайте. Я говорю, а как мы без решения будем сами делать? У нас же это могут наказать, правда? Это было года, наверное, три назад, или четыре еще тот раз. Потом опять переизбирали его. Ничем он нам не помог. Кому не обращаемся, он не помог. И голосовать мы за его не будем. Вы знаете депутата на своем избирательном округе? Не знаю. Почему? Я уже забыла. Я уже забыла, за кого я голосовала. То есть, а вам вообще когда-либо приходилось обращаться к депутату? Нет, нет. У нас все хорошо. Не знаем мы своего депутата. Ну, лично я не знаю. Хотели бы, интересовались. Надобность такой нет. Скажите, пожалуйста, вы депутата знаете на своем избирательном округе? Нет. А почему? Ну, я руководствуюсь уличной рекламой, никого не вижу. То есть, никогда не приходилось к депутату обращаться по каким-либо вопросам? Приходилось обращаться. Но к нашему депутату, который у нас в Государственной Думе, к Водоладскому письменно. И ответ был быстрый, положительно решила. И я очень довольна была. А местный депутат? К местным не приходилось обращаться. То есть, вы как бы в обход? Получается, сразу? Нет. У меня просто слишком серьезный вопрос был. Вы депутата знаете на своем избирательном округе? Нет. А почему? Потому что ни разу не видели и не слышали о нем. Ну, а вы вообще хотели бы его узнать? Кто у вас? Нет. Потому что все одинаковые. Не хотят общаться с народом. Многоквартирные дома в селе Кулешовке Азовского района до сих пор не обеспечены теплоснабжением. Жители жалуются на холодные батареи и многомесячное отсутствие горячей воды. Для решения проблемы в 2017 году были выделены средства из резервного фонда Ростовской области, на которые построены две котельные. В ближайшее время планируется их ввод в эксплуатацию. Уважаемые телезрители, мы вернемся в студию после короткой рекламы. Не переключайтесь. В субботу 28 октября в 11 часов состоится открытие торговой центра «Самрад». Для вас огромный ассортимент одежды и обуви для всей семьи. Большой выбор аксессуаров, сумок, товаров для дома и путешествий. Наши цены вас порадуют. Ждем вас на открытии магазина в субботу 28 октября в 11 часов по адресу город Азов, улица Московская, 86, торговый центр «Самрад». Второй этаж. Отличное настроение и выгодные покупки гарантируем. Сегодня заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Алексей Приколотин провел совещание по реализации плана мероприятий, направленных на содействие развития конкуренции на территории Азова на 2017-2020 годы. Как уже сообщалось, в качестве социально значимых в нашем муниципалитете определены рынки услуг дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, дополнительного образования детей, психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, социального обслуживания населения, а также рынки услуг в сфере культуры, ЖКХ, розничной торговли, связи, перевозок пассажиров, наземным транспортом. Кроме этого, в перечень социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции внесен рынок жилищного строительства. 255 лет назад, 25 октября, Екатерина II утвердила манифест о дозволении всем иностранцам в Россию въезжающим поселяться в губерниях, в которых они пожелают и о дарованных им правах. Это событие стало знаковым в истории России. Об истории переселения иностранных граждан на южные земли сегодня рассказала старший научный сотрудник Азовского музея-заповедника Виктория Бурлака. Поселения иностранцев в России до 1917 года давно известны, начиная еще с 14 века. Условия проживания для них, в частности немцев, были весьма выгодны. Переселенцы получали одинаковые права с русскими, при этом сохранялась свобода выбора религии и языка. Германские колонисты избегали дробления. Все культурные хозяева знали в начале 20 века, что мелкое дробление земельных поев – это путь к обнищанию. Поэтому старались сохранять вот такие крупные скопления земельных участков. Известно, что колонии находились не в изолированном месте. Ну, во-первых, они приехали сюда немцы, не из Германии. Они приехали, ну, в частности, те, которые жили в колонии Эйгенгейм, из Ейского округа. Они приехали из Таврической губернии, приехали из территории Малороссии. То есть они уже имели опыт сосуществования с местным населением. Здесь у Азова их соседями были казенные поселяне, крестьяне, принадлежавшие наследникам помещика Ковалинского. Часть крестьян общалась с поселенцами, так что находились германские колонисты не в изолированном пространстве. Данная политика продолжалась и при других правителях. В конце 19 века на территории области войска Донского появляются немецкие колонии. На территории нынешнего Азовского района известны поселения с романтическими названиями. Эйгенгейм, родной приют, Ольгенфельд, Ольгина поля. Бывшей владелицей этого поселения была Ольга Ковалинская. Блюменталь, цветочная долина. Все эти поселения подчинялись губернским, уездным по крестьянскому делам присутствием. Они были достаточно самостоятельны в смысле культурном. Там отправляли службу пасторы, детей учили немецкому языку учителя. Из своей среды переселенцы избирали десятников, которые отвечали за налоги. Дата поселения, появления Эйгенгейм известна, она в архивных источниках сохранилась. Это 8 января 1879 года. Именно в этот день 15 хозяев немецких, главы 15 семей, купили огромный пай 1839 десятин земли на Азовской пустоши. Это недалеко от посады Азов, у доктора Георгия Ткачева. Так что это дата основания поселения Эйгенгейм. Переименования произошли в начале Первой мировой войны в 1914 году. Прежние названия немецких колоний на территории Донского края искоренялись с большим трудом. И по сей день старожилы называют Новоалександровку немецкой колонкой. Александр Истомин, Валентина Сираж, Азов.Инфо. Медицинский центр ДОКа уже не первый год трудится на Ниве здравоохранения жителей нашего города и района. С самого начала и по сей день здесь работает коллектив высококвалифицированных специалистов. А техническая база клиники постоянно пополняется новым, современным оборудованием. Медицинский центр ДОКа на Севастопольской-3 хорошо известен и завчанам и жителям района. За годы своей работы центр зарекомендовал себя только с положительной стороны. Здесь всегда можно получить грамотную, квалифицированную помощь без суеты и очередей. Нам уже 6 лет. Срок, скажем так, уже немаленький. И самым главным достижением, я считаю, то, что мы смогли собрать коллектив действительно профессионалов. Кадры решают все. Это не пустая фраза для нас, а, скажем так, главное, что мы преследуем в этой жизни. В клинике работают настоящие профессионалы своего дела. Здесь можно получить консультацию терапевта, кардиолога, гинеколога, уролога, педиатра, хирурга, травматолога, а также невролога, психолога и косметолога. Представлен широкий спектр медицинских специалистов. Также в медицинском центре ДОКа можно сдать все виды анализов. Клиника сотрудничает с пятью лабораториями Азова и Ростова-на-Дону. Сейчас сложно представить работу врачей без оборудования. Именно оно помогает более детально и тщательно подойти к решению той или иной проблемы. Медицинский центр ДОКа располагает самыми современными и высокоточными приборами. Этот прибор для озонотерапии является очень эффективным методом для лечения различных заболеваний. Применяется как поверхностно, так и путем внутривенного вливания озонированного физраствора. Очень много лет используется в медицине. Вибромагнитно-лазерный аппарат Матрикс Уролог используется для лечения предстательной железы и эректильной дисфункции у мужчин. Прибор современный, высокоэффективный и, тем не менее, очень хорошо зарекомендовавший себя в лечении мужских проблем. Также на базе центра работает косметологический кабинет. Здесь представительницы прекрасного пола могут осуществить целый комплекс процедур для ухода за лицом и телом. В данный момент мы находимся в кабинете нашего врача-косметолога Перекатева Ирины Леонидовны. Она обладает широким спектром оказания косметологических и дерматологических услуг. Для этого у нее в кабинете имеется вся необходимая аппаратура. Она ведет консультативные приемы, удаление попелом, различных незначительных кожных образований. Но это все осуществляется только ее после консультации. А также она проводит биоревитализацию, различные виды чистки лица, подтяжки контуров и другие манипуляции, с которыми вы можете ознакомиться на сайте нашего медицинского центра. Помимо этого в клинике есть все необходимое оборудование для ранней диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также органов пищеварения. К ним относятся аппараты Холтер ЭТГ, это суточное мониторирование электрокардиограммы, аппарат СМАТ, который осуществляет контроль артериального давления в течение суток. Также у нас есть аппарат Хелик-Тест. Этот аппарат предназначен для определения наличия в желудке хеликобактерий. Результат получаем сразу после обследования в течение 40 минут. Как известно, рентгеновские лучи небезопасны для здоровья человека и использовать их часто для обследования не рекомендуется. В медицинском центре ДОКа есть аппарат, понижающий рентгеновскую нагрузку при заболеваниях лор-органов. А именно, здесь работает методика УЗИ-исследований гайморовых пазух, которая позволяет отследить динамику заболевания, а также определить наличие патологического состояния, не причинив пациенту никакого вреда. О пользе массажа знает, наверное, каждый из нас. Сидячий образ жизни, работа за компьютером, отсутствие физических нагрузок – все это отрицательно сказывается на общем состоянии наших мышц. Размять, разработать и привести их в тонус поможет массаж. Надо отметить, что цена на этот вид уступ фиксировано держится уже в течение 4 лет. В основном у нас идет лечебный оздоровительный массаж. Значит, у нас есть набор масел, каждому индивидуально подбираешь пациенту по заболеваниям. Значит, у нас проводится и как взрослый общий, так и детский массаж, антицерлитный массаж. Но я могу долго перечислять их, разновидность большая. Женское здоровье всегда было и остается в приоритете. В клинике ДОКа можно без суеты и очереди пройти все виды обследования, УЗИ и сдать анализы на онкомаркеры женской половой сферы. Для того, чтобы состоялась беременность, существует много методов обследования. В том числе в нашем центре, единственное в пределах города Азова, проводится культразвуковое исследование проходимости труб, которое безопасно, безболезненно и очень информативно. И учитывая, что это коммерческая структура, дешевле, чем метросальпингография в три раза. Для того, чтобы профилактировать онкозаболевания, в нашем центре проводится такое обследование, как жидкостная ацетология шейки матки. Милости просим к нам в центр, и вы получите полную информацию о своем здоровье. И, если надо, медицинскую помощь в полном объеме. Медицинский центр ДОКа находится практически в центре города на улице Севастопольской, 3. Режим работы с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов. В субботу и воскресенье до 16 часов. Наша цель не в зарабатывании больших денег, а в том чувстве удовлетворения, когда ты можешь уделить нуждающемуся больному полноценное внимание и вместе с ним достичь положительного результата. А когда люди приходят повторно, это лучший результат твоей работы. Азов.Инфо И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Дешевая аптека». Мы заботимся о вашем здоровье. Всего вам хорошего. До свидания. Главный принцип дешевой аптеки – продадим всегда дешевле, если назовете цену конкурента. Если вы все же найдете место, где нужный вам препарат стоит дешевле, вам сделают скидку. У нас вы получите минимальную цену в городе. Дешевая аптека – это всегда большой выбор препаратов по низким ценам. Ведь ваше здоровье – наша забота. Мы работаем с 7 утра до 9 вечера. Патрисам, город Азов, улица Привокзальная, 23 и Московская, 76. 26 октября пасмурно. Температура днем плюс 6, плюс 8, ночью плюс 3, плюс 5. Ветер восточный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 91%. Уровень воды в реке Дон на 60 сантиметров выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 7 градусов. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин